В спячку Парк Сити впадает только летом, зимой город полностью теряет покой. И дело не только в горнолыжниках, съезжающихся сюда со всего мира, и даже не в самом Сандэнсе, а скорее в вечеринках, приуроченных к фестивалю. Главная улица, которая так и называется, Мейн-стрит, живет в ритме, достойном Нью-Йорка. Любой человек из мира шоу-бизнеса прекрасно знает, что на кинофестивалях некоторые вечеринки бывают важнее пример и могут повлиять на карьеру гораздо больше, чем бесконечные походы на кастинги. Утомленные жестким графиком красных дорожек и бесед с журналистами, звезды перемещались на закрытые вечеринки, где снимали усталость при помощи коктейлей. Впрочем, многие и здесь продолжают думать о работе. Актриса Сьюки Уотерхаус, например, не только свой фильм на фестивале представила, но еще и успела сдружиться с режиссером Дарреном Ароновски. Люди приезжают на Сандэнс смотреть кино, но заводить здесь знакомство гораздо важнее. Все, кого я встретила на Сандэнсе, в той или иной степени стали моими друзьями. Ты приезжаешь на фестиваль один, а уезжаешь с кучей друзей. И, конечно, праздники не обходились без музыкального сопровождения. Из легендарного отеля Шато Мармон в Лос-Анджелесе в холодную юту вызвали пианиста Джейсона Пелси. Под его музыку калифорнийские гости на фестивале чувствовали себя как дома. Впрочем, для Джейсона Сандэнс – это вовсе не работа, а сплошное веселье. Я только для этого сюда и приезжаю. Здесь такая классная атмосфера. Запрос на веселье у звезд настолько высок, что на главной улице буквально в каждом здании что-нибудь и происходит. Причем с самого утра спонсоры фестиваля соревнуются не меньше режиссеров, у кого лаунж круче. Это классная идея. На одной маленькой улице сразу несколько вечеринок. Ты всех встречаешь как минимум один раз, а иногда и сотни раз. Здесь очень легко заводить знакомство. Дорвавшись до звездных вечеринок, далеко не все теряют рассудок и впадают в праздничный угар. Правила «делу время по тех и час» на Сандэнсе никто не отменял. Вечеринки – это здорово. Вы встречаете много новых людей, договариваетесь о сотрудничестве. Это полезно как для тех, кто работает в кадре, так и для тех, кто за кадром. Такие вечеринки идут только на пользу киноиндустрии. Но работать все-таки важнее. Заводить знакомство на вечеринках – это весело, но работа должна быть на первом месте. Через год голливудский звездный десант вновь устроит сумасшедший ажиотаж в том же месте, в тот же час. Только вот список гостей предугадать сложно. Никогда не знаешь, чья звезда взойдет, а чья погаснет. Карина Буфраджан, Александр Берген, Парк Сити.